Спустя два года после получения гранта Алексей Загороднов перечёл не одну книгу по земледелию, испытал несколько видов удобрений и, как видно, по его ягоде не зря. Сейчас по полю раскинулась 6-километровая сеть капельного полива и подкормки. В этом году поставили вовремя полив, что дало свой результат. По самым юристичным, я думаю, 5, но 3, я думаю, точно возьмём тонны. С этой плантации, то есть 2,5 гектара, минимум 3 тонны ягоды. Каждый день очередная порция ягод набирает сладости и наливается соком. До конечного потребителя малина доходит практически в день сбора, поэтому работают на поле интенсивно. В случае с малиной сбор совмещен с фасовкой. С куста ягода попадает сразу в дышащие полукилограммовые контейнеры, в которых её и реализуют. Ягода очень нежная, очень мягкая. Первая рука, которая её касается, это рука сборщика. Вторая рука, это уже рука потребителя. Вот это влаговпитывающая подложка. Зачем она используется? Если какая-то ягода потекла, она также этот сок весь впитает. Она продлевает срок транспортировки, она продлевает срок хранения в холодильнике. Работать на таком поле – одно удовольствие. Крупную ягоду удобно собирать, а между делом можно и полакомиться. Меру я самую крупную, самую, которую стандартно, чтобы только видно было. Малина очень хорошая, да. Считается, одна в одну. Стараемся, работаем. Хозяйство крепчает и растёт. Алексей выкупил соседнее поле, которое потихоньку готовит к засадке. Там же расположится и пруд для полива. Фермер с охотой решил заняться смежными культурами. Это там у нас есть немножко земли. Ну, где-то, наверное, может быть, пока кустов 500 ежевики посадим. То есть, везде нужно набираться. Вот, земляники, столовые на посадку на весну 2020 года запланировано где-то полгектара. Вот, тоже будет для начала, то есть, несколько сортов. Ещё одно поле в 15 гектаров на въезде в посёлок фермер готовит под овощные культуры. Однако и здесь уже идёт сбор урожая. Как оказалось, лучше всего подготовить почву к будущей посадке, будь то ягодой или овощей, в нашем конкретном случае это поле будет засеяно луком, может промежуточная зерновая культура. Ячмень. Всего за один сезон он избавил поле от сорняков и корнями разрыхлил землю. На ячмень, как на кормовую культуру, уже нашлись покупатели. А вырученные деньги фермер вложит в свои ягодники. Павел Юрасов, Николай Иванов, Тимофей Слатвицкий. Область новостей.